Песня называется «Кем-то стать». Яна Антропова из Екатеринбурга даже и не мечтала попасть на большую сцену, собирать целые стадионы, да и просто выступать на публику. Но судьба распорядилась иначе. Автор двух песен решила попробовать свои силы в новом музыкальном конкурсе «Самфест». Прошла отбор. Специально для сольного концерта на стадионе «Самара-Арена» за неделю написала еще четыре песни о детстве, любви, дружбе и покорила самарцев своим творчеством. Музыкой я занимаюсь всю жизнь и не занимаюсь вообще. Вот как-то так я это описываю, потому что у меня это все по наитию, я нигде не училась. И вот всю жизнь я как-то что-то пишу, какие-то стихи вместе с музыкой, играю на гитаре, ну и все это как бы вот по желанию. То есть мне пришло вдохновение, я поиграла. Творческую «Самару» на фестивале представила группа Трамонтана. 17 талантливых музыкантов исполнили этно-рейв. Наватерская музыка еще требует своего продвижения и признания в России и в Самаре в частности. Поэтому участие в «Самфесте» – хороший шанс показать себя. «Самару» Карусель по поиску и отбору конкурсантов для «Самфеста» закрутилась в январе 2020 года. Всероссийский музыкальный конкурс искал авторов и исполнителей собственных песен. За это время организаторы получили почти тысячу заявок от музыкантов, выступающих в различных жанрах. Шорт-лист исполнителей выставили для народного голосования, после чего члены жюри отобрали 10 финалистов. Из них и попытались за короткое время сделать настоящих эстрадных звезд. Я уверена, что из этих 10 артистов половина точно станут очень популярными. И потом вы даже будете искать у себя в архивах мое интервью, для того, чтобы, может быть, сказать, а помните, вот они первый раз приехали в Самару, когда-то еще совсем зеленые, а сейчас вот они уже сами на один коллектив собирают такую большую площадку. Мастер-классы сменяли друг друга. Творчество, продвижение песен, пиар, работа с продюсерами учили даже самому элементарному, например, как одеваться, давать интервью и психологически настраиваться на выступления перед зрителями на стадионе. И, конечно, не обошлось без репетиций. У каждого участника был свой получасовой концерт на Самаро-арене. Мне все нравятся, они вообще как мои птенцы родные вообще. То есть я к ним очень прикипел. Мне очень нравится, что никто не стушевался, все взяли себя в руки и, в принципе, выступают по максимуму, как они готовы на этот момент. А я считаю, что они молодцы. Самфест – не только конкурс для начинающих исполнителей. На сцену порадовать публику выходили звезды эстрады и авторской песни. Олег Митяев, как всегда, был на высоте. Для зрителей это был концерт, для конкурсантов – мастер-класс. Пока выступала звезда авторской песни, жюри конкурса выбирала лауреатов Самфеста. Отдельный приз зрительских симпатий. А победитель, кроме премии, получил возможность записать и выпустить свой мини-альбом. Счастливчиком стала группа «20» из Хабаровска. Парни, долго не думая, взяли название в год своего основания – 2020-й. Пандемия коронавируса объединила музыкантов в творческий союз. Самара сделала их восходящими звездами. Мы только вышли, а зал уже был готов обменяться с нами энергетикой, петь наши песни. Мы были готовы впитывать в себя то, что транслировалось из зала, как они кричали, реагировали, махали руками, показывали. Кстати, научили вот так нас делать. Я это никогда не умел. Да, сердечки в Самаре делают вот так. И это очень круто. Зрители от нового музыкального фестиваля тоже остались в восторге. Праздник просто потрясающий. Я поражена, что у нас каждый год какие-то интересные мероприятия. Поиграть с детьми, послушать классную музыку. Спасибо большое самарским властям, что устраиваете нам такие праздники. Летом это особенно важно. Завершился сам фест концертом еще одной мегазвезды, но уже русского рока. Вячеслав Бутусов исполнил свои нетленные произведения. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События.